Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. И мы поговорим о том, какие соседи и как взаимосвязь растений на огороде. Для чего это надо знать и почему это очень важно. Ну, значит, очень важно. Вы, если ходили по природе, по любой, и по лесу, и по лугу, вы видели, что природа все время меняется. Где-то растут одни растения, где-то другие. В общем, сочетание, как в том калейдоскопе, самое-самое разное. Так вот, на огороде мы привыкли к технологии, которые применяются на больших площадях. Большие площади занимаются одной культурой, потому что технологически их надо обрабатывать. Обработка, уход и прочие операции все проходят одновременно. Ну, вот на нашем огороде, где у нас, как бы, ручной труд, где у нас не такие масштабы, мы можем, конечно, применить смешанные посадки различных огородных культур. Так вот, овощные культуры, если их правильно подобрать, повышают свою урожайность на 30%. То есть, такой хороший резерв повышения урожайности от смешанных посадок овощных культур. Ну, пока кто с кем, поговорим, кто с кем дружит, не дружит, но давайте сразу обратим внимание на такой вопрос, нюанс, который, может быть, не все знают. Так вот, если помидоры, высаженные рядом с капустой, значит, они защищают капусту, на нее не садится капустная белянка и капустная моль, она начинает облетать ваши посадки капусты. Классический пример – морковка. Морковка отгоняет луковую муку от лука, и также луковая моль, также не садится на лук. Если растет, значит, опять же, это сочетание лук-морковь, значит, лук отпугивает морковную муху. Морковная муха не так повреждает корнеплоды моркови. Дальше, смотрите, что есть такая трава, как бы, ну, пряная, может быть, однолетняя трава салатного типа – это кервель. Так вот, кервеля – свойство еще лучшее, значит, кервель отпугивает муравьев, он отпугивает тлю и отпугивает шлизни от ваших посадок, это раз. И, во-вторых, он может защищать огурцы, салаты и другие культуры, которые поврождаются мушнистой росой, значит, мушнистая роса не появляется. Поэтому советую обратить внимание на это растение и высевать на своем огороде. Ну, конечно, не надо говорить, что его надо сеять родами, просто достаточно где-то кучками. Посеяли в одном месте небольшую кучку растений, во-втором посеяли – это очень хорошо. Так что понятно, что многие овощные культуры, когда растут совместно, они оберегают друг друга от болезней и вредителей. Ну, правда, есть и редкие исключения. Например, репа, пекинская капуста и лук шнит – эти три культуры, которые никогда не поврождаются, не угнетаются другими культурами, вот, но сами развиваются прекрасно, но соседям ни здоровья, ни счастья, ничего не добавляют. То есть растут сами по себе, растут сами прекрасно, а соседи не действуют вообще нейтрально. Вот. Ну, давайте будем поговорим, мы поняли, что совместные посадки – это биологическая защита от болезней и вредителей. И кто с кем хорошо дружит, кто с кем не дружит. Давайте об этом разбираться. Ну, например, белокочанная капуста – культура, которая чаще всего встречается в наших огородах. Она очень хорошо дружит с огурцами, салатом, свеклой, укропом, сельдереем. Вот. Эти культуры будут прекрасно развиваться рядом с капустой, ну, и, соответственно, она тоже будет чем-то защищать их, какую-то биологическую защиту выполнять. А вот чего капуста не переносит категорически? Даже виноград чахнет, если растет рядом с капустой. Это было замечено уже очень давно. Капуста не любит клубнику, клубника будет погибать. И капуста не любит петрушку, петрушка тоже будет погибать. Так что знайте, что эти культуры вы не высеваете рядом с капустой. Далее, помидоры. Возьму помидоры. Вторая по популярности культура, которая также у нас выращивается. Так вот, знаете, как бы всюду написано, что нельзя садить растения одно за одним. Но, если посадить помидоры вместе с баклажанами и перцами, и физалисом, то есть близкими родственниками, тем не менее, эти культуры все дадут вам прекрасный урожай. Они действуют позитивно друг на друга, и урожайность их увеличивается. В качестве предшественного они не подходят, а для совместного выращивания подходят. Также помидоры любят кукурузу. Вот про кукурузу, если вы смотрели наш ролик, мы рассказывали про кулисы. Так вот, если делать кулису из кукурузы, и помидоры будут расти прекрасно, и кукуруза будет развиваться прекрасно. Помидоры будут отгонять вредителей от лука, от чеснока. Также помидоры на секле помог зашить свеклу от корневых гнилей. Посадили помидоры рядом, посели родок свеклы, она будет более чистая. Также помидоры любят расти с редькой, редисом и морковкой. А вот кого помидоры не любят, это огурцов не любят они, не любят гороха, фасоли и укропа. Вот эти культуры желательно, чтобы не росли возле помидор, потому что они будут угнетены. Они будут угнетены, и хорошего урожая вы не получите. Ну, далее, по популярности с помидорами, конечно, это огурцы. С кем они любят расти? Ну, опять же, огурцы любят расти с кукурузой. Кукуруза, вот опять же, те же кулисы, которые, говорю, это хорошее соседство и хороший урожай, и зашито от холодных фетров. Огурцы любят расти с бобами, с укропом, крес-салатом, горохом, чесноком, редькой. Все эти культуры будут прекрасно развиваться вместе с огурцами. Ну, а с кем огурцы очень не любят расти? Это с картофелем. Картофель, значит, огурцов, посадки огурцов, значит, и та, и та культура угнетается, и очень сильно повреждается болезнями. Поэтому, учтите этот нюанс. Ну, а лук? Лук тоже очень популярная культура. Давайте вот разбираться. Кто будет расти хорошо с нашим луком? Кто будет одаривать хорошим урожаем? Вместе с луком хорошо растет морковь, хорошо растет клубника, хорошо растет огурцы, салат, крес-салат, шпинат, редис. А вот кто не любит расти с луком? Это бобы, горох, фасоль, то есть вся бобовая группа с луком не дружит, и капуста. Она также не дружит с луком. Поэтому также учтите, высаживая расти на своем огороде, учтите этот факт. А вот морковка. Как корнеплод, она тоже, как бы, сами знаете, что и морковь, там, сельдерей, это культура, которая издают эфирные масла, ну, источают их листья, выделяют эфирные масла, то есть ботва их пахнущая. Так вот, это очень благоприятно действует на соседние растения, такие как лук, чеснок, помидоры, редис, речку. И очень плохо с морковкой, растет такой корнеплод, как свекла, сельдерей и укроп. Близкие родственники также не хотят уживаться с морковкой. Так что тоже, смотрите, когда будете планировать посадки, составлять, вот сейчас планировать, где на какие градки, чтобы будете высаживать, этот нюанс, вы, как бы, обращайте внимание. Ну, и свекла. Давайте разберемся со свеклой, кто хорошо будет расти со свеклой. Со свеклой будет расти хорошо капуста, лук, картофель, помидоры, огурцы. Плохо с ней будет расти кукуруза, фасоль, горчица. Вот, для чего необходимо знать. Эти сочетания, конечно, можно было бы продолжать. Даже, посмотрите, если будет расти, например, петрушка вместе с помидорами, значит, петрушка будет улучшать вкус помидоров. Вкусовое качество помидоров будет, ну, помидоры будут более ароматные, более вкусные. Эти сочетания надо знать, вот почему вы сейчас оставляете, значит, расположение растений на градках. Вы уже планируете зимой, где, что вы будете садить. Так вот, учтите, что из этих, исходя из благоприятных сочетаний растений, вы можете получить хороший урожай. Даже и в то же время применять мало химии, потому что растения будут защищать сами себя. Урожайность, еще раз повторюсь, выше при благоприятных посадках, то есть, когда растения дружат, до 30%. То есть, резерв очень хороший. Учтите этот факт. Хороших вам урожаев. По меньшей вредительной наградках, по меньшей химии. Здоровое питание – это залог долгодетия. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова